Выбирай, или я, или это твоя сумасшедшая подруга. Останется кто-то один. Какой же сложный выбор. Хотя, о чем это я? Выбор очевиден. Когда подруга приходит в гости, нужно проявить максимум гостеприимства. Присаживайся, дорогая. Твой чай. А вот сладости. Приятного аппетита. Ох, эти милые сердцу посиделки с подругой. Ах да. Она же к тебе не с пустыми руками. Смотри, какую вкусняшку принесла. Ммм, так приятно. Но мы считаем, что настоящая дружба это... Прийти к подруге и чувствовать себя как дома. Привет. Если что, ты знаешь, где стоит холодильник? Да-да. Хочешь есть, открывай дверцу и бери оттуда все, что захочешь. Колбаска класс. А это что за фу? На помойку. Не надо стесняться. Делаем многоэтажный сэндвич. Эх, вкуснотища. Чуть не забыла поделиться со спонсором этого банкета. Держи половину. Все-таки ингредиенты твои. Как возвращаются домой обычные подруги? Ну все, милая, спасибо за вечер. Все было шикарно. Увидимся. Да, вечеринка удалась. И тебе спасибо за компанию. Спокойной ночи. Как приходим с вечеринки мы? Да как же открыть этот замок? Есть. А теперь аккуратненько переступаем по рожек. Туфли? Фух, на месте. Ты не можешь икать чуть потише. Надеюсь, ты помнишь, где в твоем доме ванная. Эй, эй, ты куда? Девушки ходят в туалет по двое не только для того, чтобы посплетничать о парнях. Но и подержать волосы, пока подруга обнимает унитаз. И кто, как не она, запечатлит сцену твоего позора. Хэштег будет что вспомнить. Упс, пора заканчивать репортаж. Подвигайся, моя очередь. Как он мог так поступить со мной? Где салфетки? Ну не плачь, милая. Выпри слезки. Он еще сто раз пожалеет, что бросил тебя. Скушай тортик. Сладкое поднимает настроение. Это совсем не похоже на то, как меня успокаивает моя подруга. Эй, ты чего ревешь? А ну соберись, тряпка. Он мне такое написал. Дай-ка глянуть. Вот мерзавец. А ну-ка подбери, нюни. Нет, нет, так дела не делаются. Саморез, вот что поднимет тебе настроение. Где ты говоришь, он паркует свою машину? Поняла, на что намекаю. Просто оставишь ему небольшое послание на капоте. Но это же противозаконно. Противозаконно обижать мою подругу. Не бойся, я прикрою. Умница. А теперь жива отсюда, пока никто не увидел. Шагом. Стоп. Что это за славненький магазинчик? Давай-ка зайдем сюда. Вижу несколько вещей, которые идеально тебе подойдут. Примерь-ка это. И это. И что тут еще интересного есть? Ну, пока достаточно. Бегом в примерочную. Будем устраивать пока смот. Итак, образ первый. Как тебе? Неплохо, но что-то не то. Давай переодевайся дальше. Жаль, а может, к счастью, моя подруга ведет себя в примерочных совсем по-другому. Мамочки мои, это что? Ты что, шутишь? Не позорь меня снимать немедленно этот стыд, чтобы я не видела. Но вы посмотрите на нее фифа при исполнении. Прямолинейность в высказывании. Это ее конек. Не нравится, значит? А как тебе этот лук? О, другое же дело, крошка. Бомба-ракета. Супер-супер. Ну, мне нравится в общем. Когда рядом друг, никакая беда не страшна. Милая, аккуратнее. Впереди глубокая лужа. Осторожнее, ты же не хочешь промочить кроссовки. Так делают обычные подруги. Но не мы. Кому вообще интересно смотреть под ноги? Лужа? Вот беда. Еще и такая мокрая, как неожиданно. Не дрейфь, подруга, я иду к тебе. Что, думала я брошу тебя в беде? Как бы не так. Мокнуть так вместе. Тренировки с подругой – лучшее, что можно делать в спортзале. Как истинные напарники, вы поддерживаете и помогаете друг другу. Советами делитесь. Да и вообще вместе веселее. Можно и поселфиться. Но нам это неведомо. Нужно повеселиться от души и проверить тренажеры на прочность. А что, если увеличить нагрузку? Справишься? Ух, вот это супер вес. О, а это еще что? Смотри, смотри, я летаю. А если еще при этом всем и видео смешное получится запилить? В общем, всем зошь и все такое. Ура, вечеринка! Скромным девушкам приходится здесь нелегко. Но почему все толкаются? Они что, не видят, что мы здесь танцуем? Вы же здесь не одни. Как здорово, что мы с подругой не робкого десятка. Мы легко найдем себе место на любой тусовке. Все потому, что мы что? Правильно, королевы бала. А ну-ка, разойдитесь. Сейчас мы вам покажем, как нужно танцевать. И-ха! А теперь давайте с нами. Зажигаем! Настоящая подруга всегда поможет тебе собраться на свидание. Уложить волосы. Дать ценное наставление. Сбрызнуть парфюмом. Удачи тебе, дорогая. Вот бы у них все сложилось. Ауч, горячий утюжок. Но это не имеет ничего общего с тем, как ведет себя моя подруга. Она не только поможет собраться, но и проследит, чтобы свидание прошло как по сценарию. Надежное плечо всегда рядом. Точнее, ухо. Один-один, прием, как слышно меня? Операция «Хомутать красавчика» объявляется открытой. Пока что ты все правильно делаешь. Молодец. Прием. Как слышно? Объект симпатизирует тебе, а значит, можно переходить в наступление. В какое еще наступление? И что она имеет в виду? Ох, ну всему тебя нужно учить. Пока подвинься. Наступление это вот так. Иди сюда, милый. Поняла? А теперь попробуй сама. Видишь, ничего сложного. Ну, счастливо оставаться. Я, если что, на связи. Хорошо подруга не даст умереть с голоду и накормит самыми изысканными вкусняшками. Ммм, как вкусно пахнет. Так аппетитно выглядит. А что это? Мидии? Да, пицца с морепродуктами. Ты же любишь именно такую, правда? О нет, только не это. Да я просто обожаю морепродукты. Как я там должна поступить согласно кодексу хороших подруг? Ммм, какое объедение. Ну и что, что это вранье? Не расстраивает же горе кулинара. А как поведет себя в такой ситуации твоя подруга? Давай скорее есть. Так. А что это за странный запах? Морепродукты? Ты серьезно? Они же воняют. Вот сама понюхай. Упс, ты не понравилась пицца. Какая жалость. Вызов принят. Держи ответный удар. Это пицц-баттл. Как ходят по магазину нормальные люди? Значит так, у нас есть четкий план. Да, да. И мы его четко придерживаемся. Советоваться при покупке товара – это святое. Так, это не из списка. Мы это брать не будем. А как мы с подругой ходим по маркету? Спонтанность и импровизация. Наше главное качество. Что тут у нас вкусненького да по акции? Да тут целый стенд с распродажей. Подставляй корзину, устроим пир. Хм, а где же подруга? Так увлеклась покупками, что потеряла ее. Какое счастье, я думала, мы больше никогда не увидимся. Ммм, у кого-то девичник. Уютное кафе, бокалы с вином. За нас, любимых. А вот и наш заказ. Просто супер. Эти роллы – кулинарный шедевр. А на улыбочку, селфи для истории. Отлично. Думаете, так выглядит обычный вечер двух подруг? Может быть, у кого-то еда. Но только не в нашей ситуации. Малышка, этот паб просто супер. Тут самые сочные и большие бургеры. Просто огонь, правда? Пепси не открыли? Не беда. Вместо открывашки – зубы подруги. Одноразовые перчатки? Думаю, это лишнее. Отличная идея. Так-то другое дело. Вкуснотища. Так, а что там по свежим сплетням? Самое время перемыть кому-то косточки. Бедные, бедные студенты. Некогда поесть. Вот и приходится как-то изощряться и подъедать на парах. Правда, риск быть замеченным. И тогда такое начнется. Но для подруг, сидящих на задней парте, запретов нет. Вместе мы готовы на любые авантюры. А потому по сигналу под парту шагом марш. И милости просим к столу. Картошечка, курочка, все горяченькое. И правда, чего мелочиться? Напиток обязательно. Специи для вкуса? Эх, сами себе завидуем. Голодные студенты, это точно не про нас. Знакомые ситуации? А как зовут твою лучшую подругу? Напиши ее имя в комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал. И нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше видео про подруг на канале Трум Трум Селект. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok